Девочки, привет! Вы на канале Амигуруми Лайф. Это канал о вязании. С вами Катя. Сегодня у нас с вами 1 декабря. По идее, у нас с вами должен быть воскресный завтрак. Но завтрак отменяется, потому что у нас с вами начало зимы. Я вас поздравляю с этим праздником. Совсем скоро у нас будет Новый год. Декабрь для нас очень тяжелый для мастериц, поэтому нам сразу же необходимо с вами зарядиться хорошим новогодним настроением, набраться сил и готовиться к новогодним ярмаркам, к заказам, работать. Ну и, конечно же, вдохновлять других мастеров своим хорошим настроением. По идее, у меня вчера начал сниматься вязальный влог. И я хотела его так и назвать. Вязальный влог на 2-3 дня. Но потом я поняла, что выход-то он будет на 1-2 декабря. Вы его увидите. А у нас с вами уже 1 декабря влог на 2-3 дня. Поэтому мы немножечко отмотаем назад время. Сейчас попадем обратно в осень. Посмотрим немножечко вязальный влог. А потом будем заряжаться своим новогодним настроением и встречать с вами зиму. Поэтому давайте отматываем и смотрим. У нас сегодня с вами будет такой небольшой мини-влог, где я вам расскажу о новых игрушках, которые я связала, о заказах, которых мне поступили. Вообще повяжем с вами вместе какие-нибудь плюшки, потому что мне нужно тоже сделать небольшой заказ. В общем, что-нибудь новенькое придумаем. Я приглашаю вас к просмотру. Берите, пожалуйста, с собой крючок, моточки. Я уверена, что нам будет с вами интересно и приятного вам просмотра. Начну я свой влог с обзора новой игрушки. Я ее буквально вчера доделала, долго мучила, потому что постоянно то на заказы на какие-то прервалась, то там еще чем-то занималась. Ну, в общем, эта куколка у меня вязалась достаточно долго. Итак, я хочу вам показать. Сейчас немножечко вас, наверное, отдалю, потому что так она в кадр не влазит. Вот такая куколка у меня в этот раз получилась. В шейке у нее вставлен каркас. Больше каркаса нигде нет, но голова немножечко все равно вот так поворачивается. То есть ей можно вот играть. Вот так смотреть, так, так. Но держится она крепко. Итак, у нее есть шапочка Hello Kitty. Шапочка снимается, но одевается достаточно тяжело. Хотя вязала точно по мастер-классу. Ну, не знаю, как тут. Мне кажется, что она немножечко все равно маловато. И платьюшко. Платьюшко тоже оформленное, как Hello Kitty. Тапочки снимаются. Само платье не снимается. Хотела я его сделать съемным, но посмотрела в мастер-классе, оно точно не съемное. Пыталась сделать. Вот здесь вот делать петельку, чтобы можно было расстегнуть. Все равно не снимается. В общем, мучилась-мучилась, решилась все-таки сделать, как в мастер-классе. Это английский мастер-класс. Нашла где-то на просторах интернета. Если вам интересно, я, конечно же, с вами поделюсь им в Телеграм-канале. Поэтому маякните мне в комментариях, если нужен этот мастер-класс. Я вам в Телеграм обязательно ссылочку скину. Вот. Все легко, просто там. Даже на английском языке, мне кажется, справится любой. Потому что ничего сложного там вообще нет. Вот. Но эффект мне нравится. Очень-очень симпатично смотрится. Сами волосы вяжутся, как чехольчик такой небольшой. И вот эти кучеряшки. Ну, их буквально прям вот несколько штук. Поэтому тоже это все элементарно и просто. Решила связать вот такую большую. Она по размеру. Давайте мы с вами ее померим. Сколько она у меня вышла. Вышла она у меня где-то 24-25 сантиметров приблизительно. Вообще, я редко вяжу вот такие большие игрушки. Но все-таки одна какая-то большая кукла, может быть, две, они должны быть на столе. Потому что они привлекают внимание. Когда какие-то большие игрушки, издалека их видно. Тем более, тема Hello Kitty до сих пор актуальна. Многие девочки, я смотрю, прям засматриваются на этих кошечек. И летом мы очень много рисовали аквагрима в виде Hello Kitty. То есть, ребятишки на это прям очень хорошо реагируют. Нравится мне эта кошечка. Хотя я не смотрела ни разу мультик, связанный с ней. В общем, не знаю, что это за персонаж. То есть, я его, конечно же, видела. Знаю, как он выглядит. Но что это за мультик, не представляю. Поэтому решила вот сделать. Пусть будет. К Новому году, может быть, кто-то приобретет вот такую большую, красивую подарочную куклу. В планах у меня еще связать какую-нибудь куклу. Но я знаю, что вообще вот такие игрушки, они, конечно, не быстро разбираются. Потому что в основном все-таки у нас идут плюшки, мелочевка какая-то. А вот такое вот что-то масштабное, большое. Я даже пока еще не сориентировалась, за какую стоимость ее продавать. Ну, наверное, не меньше двух тысяч, а там как получится. В общем, вот такая Hello Kitty у меня получилась. Давайте вот сюда ее пока дальше отодминим. Так, и сейчас я занимаюсь тем, что довязываю заказ. Мне заказали своеобразную игрушку. Ну, как всегда, вот на Новый год заказывают своеобразные игрушки. Не бывает такого, что можно там зайчика, котика, не знаю, собачку, еще что-то. Обязательно что-то вот такое индивидуально-экстремальное. В этот раз мне заказали жопку кота. Выглядит она вот так. Почти я ее доделала. Сейчас вот пришью хвост. Пока что наметила, где он будет. Вышью еще лапки. Вот здесь вот крестик в определенном месте. Конечно, обычную игрушку. Я бы, наверное, вряд ли бы стала это вязать, потому что я просто не очень понимаю, кому она нужна. Я потом все это красиво упакую в коробочку. У меня есть наклейки специальные от Деда Мороза. Там списываешь имя такому-то мальчику. Вот поэтому вот этим сейчас и буду заниматься. Нашла тоже бесплатный мастер-класс в ВК, потому что самой вот сидеть, выдумывать у меня вообще желания нет. Эту игрушку. Но все там быстро, легко и просто. Поэтому у меня вот оставалась какая-то ниточка. Мне кажется, она из фикс прайса. Ну, я точно не могу сказать. Она очень такая мятенькая, похожая. Ну, точно это не хлопок, а какая-то полушерсть. Белая у меня джинс. И вот начала вязать эту игрушку. Думаю, хватит, не хватит, не знаю. Осталась вот на самом деле вот эта ниточка. Все, больше у меня тютелька в тютельку получилось связать. Поэтому вот сегодня у меня план на работу именно такой. Связать вот эту игрушку до конца. Так, и покажу вам тоже на ближайшее время планы, которые мне необходимо сделать. Я хочу разобрать тут немножечко со своей вышивкой. Я доделала вот такую тыковку на пластике. Вот так она выглядит. Но вот здесь вот видите белые пробелы. Мне нужно пришить бисер. Поэтому сейчас вот надо поискать, куда Маша делала мою коробочку с бисером. И обязательно пришить вот эти две бусинки. Игрушки тогда будут готовы. И в принципе уже совсем скоро 1 декабря. Поэтому нужно будет хэллоуинские игрушки все убрать. И плюс у меня вот эта еще игрушечка. Тыква с вязанием. Тут тоже вот бусинки надо вот сюда вот пришить в виде спиц. Поэтому тоже вот на сегодня-завтра мне вот это необходимо доделать. Но тыковку я точно убирать не буду, потому что мне очень нравится. Она будет с нами в кадре даже зимой. Исходя из того, что осень у нас все равно уже закончилась. Но пусть будет. Очень же она мне нравится. Поэтому и так отправляюсь заканчивать эту игрушку. И потом будем с вами решать, что нам дальше вязать. Потому что по идее мне еще нужно повязать плюшек. И причем достаточно большое количество. Поэтому давайте сначала вот разберемся с заказами. А потом уже будем думать, чем дальше займемся. Так, девочки, у нас с вами новое подключение. Мы уже прогулялись с нубой. Зарядились хорошим настроением, свежим воздухом. И я доделала свои игрушки. Вот сейчас покажу вам результат готовый. То, что у меня получилось. И будем с вами потихонечку убирать вот этот осенний вайп, который у меня на столе. Доделаю как раз брошки. Нашла я свою емкость с бисером. Поэтому сейчас буду этим заниматься. И плюс еще у меня там есть другие дела. Как помимо вязания нужно разобрать там накладные. Просчитать кое-что по моим доходам за ноябрь. И в итоге потом чем-то хочется еще позаниматься. Отдохнуть просто. И насладиться новогодним таким настроением. Итак, давайте покажу вам. Ой-ой-ой, у меня упала тыква. Так. Давайте покажу вам заказ, который я доделала. Вот так выглядит игрушка. Ну, конечно, такая своеобразная. Своеобразная игрушечка. Но раз заказчик пожевал, почему бы и нет. Повязалась она легко. Просто здесь ничего вообще сложного нет. Очень интересно. Поэтому вот такой вот котик или часть котика у меня получилась. Теперь нужно оформить эту игрушку. Как следует в коробочку. Все наполнить. Снять видео. В общем, чтобы все это было готово. Поэтому эту игрушку я доделала. И для своего нового заказа, который у меня не очень большой, но тем не менее он есть. Я связала вот таких вот собачек. 10 штук у меня получилось. Одни вот такие корги с черным носиком. И другие корги с коричневым носиком. Делаю их и такие, и такие. Потому что полностью черных носов у меня нет. То есть я покупала набор розовый, коричневый и черный. И соответственно, кроме собачек, вот коричневые носики, они по-моему никому не лепятся. Потому что мишкам они не особо подходят. Ну, по крайней мере, вот белым, который я вязала. А котикам тоже не всегда красиво смотрится. Потому что семечек в основном вяжет мама. А на других котиков, которых я делаю, я там вышиваю ниточкой. Поэтому они у меня вот остаются такие розовые и коричневые. Ни к чему. Поэтому я их вот креплю к этим собачкам корги. Рассказывала чей-то бесплатный мастер-класс в прошлых видео. Сейчас опять забыла автора. У меня вообще проблемы с именами авторов. Поэтому если вдруг опять заинтересуют, то либо перейдите на прошлое видео, посмотрите. Либо маякните мне в комментариях. Я вам отвечу. Мне это будет несложно. Но сейчас на видео, конечно, не вспомню. Вот. Поэтому 10 собак у меня получилось. Заказ мой готов. У меня там, по идее, нужно еще связать уток в шапке. Но, наверное, либо я оставлю это на завтрашнее утро, а может быть на поздний вечер. Посмотрим, как я буду заниматься сейчас со своими остальными делами. И будет ли у меня возможность сесть еще за вязанием. Так что вот такие собачки у меня готовы. Ну что ж, вот на такие у меня продвижения за сегодняшний день. Ну а сейчас будем с вами украшать мой рабочий стол уже под Новый год. Убираем все тыковки, хэллоуинские вышивки и заменяем их на новогодние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, у меня есть для декора новогоднего. У меня вот есть такие вышитые красавцы в виде Гарри Поттера. У них даже ручки шевелятся. И мне вот я сначала делала вот такие штучки, чтобы повесить их на елку, а сейчас они мне очень не разонравились. Поэтому я думаю, я их, наверное, отрежу и просто поставлю. Потому что все это мне очень не нравится. Вот так, гермона. Дальше. Мой любимый Северус Снег. Тоже я все это сейчас сделаю с вами. Отрежем. Ну, Северус Снег, конечно, шикарен. Так, у нас вот эту малышку надо убрать отсюда. Она поедет на ярмарку. Дальше. Гарри Поттер. Вот такой. Тоже у него снич, метла. Потому что, так как елка у меня достаточно такая большая, искусственная, я в прошлом году не вешала на эти вот штучки, на эти ленточки. Просто ставила их на ветки. И тоже красиво смотрелось. Так. Сейчас мы вот так подвинем. Не знаю, плохо вам, наверное, видно. Я его там показала, не поймите его. Вот так вот подвинем. Дальше у меня рулон. Тут вообще вот порвалась эта ленточка. Еще могу сказать, что раньше я вот закрывала вот так фетром. Но, во-первых, желтеет сам клей. Мне это совершенно не нравится. А во-вторых, они вот здесь вот просвечивают. И поэтому я теперь решила, что вообще не буду ничем закрывать. Пусть будут просто открытые. Потому что мне все равно это никто не видит. А мне так больше нравится. Так. И пятая готовая фигурка у меня Малфи. Тоже обожаю этого персонажа. Давайте вот так пока расставим. Ну и, конечно, тыквочка. Без тыквочки никуда. Тоже пусть такая вот Малфи пусть здесь у нас с вами стоит. Это пока фигурки будут стоять здесь. Но потом я обязательно их поставлю на елку. Когда будем наряжать. Пока что еще не особо такого много настроения новогоднего, чтобы делать елку. Ставить уже. Вот. И плюс у меня готовый дамблдер. Но там нужно просто вырезать фигурку и пришить ему ручки. Может быть этим мы сегодня и займемся. Его уже надо бы доделать. Так. И вот здесь у меня есть вот такая вот новогодняя коробочка. Там у меня различные свечечки. Поэтому мы сейчас достанем мою подставку. Не люблю ставить свечки на стол на белый. Потому что все-таки дома жарко. Если там что-то где-то потечет, все это будет, конечно, на столе. Поэтому сейчас поставим подставку. Такая у меня деревянная подставочка. На нее поставим какие-нибудь свечечки. Такие. Вот так. Я думаю, видно вам? Я думаю, что видно. Вот так красиво смотрится. А здесь у меня тоже свечки. Но это медовые. И они в виде различных зверят. Вот здесь у меня есть хомяк. В них так жалко жечь. Мишка. Что они у меня вот каждый год просто в виде декора присутствуют. Соба. Ну, кстати, прям пахнут, да. Пахнут медом. А у меня еще здесь есть что-то большое. А еще один мишка. Поэтому пока что положу в коробочку. Потом не знаю, куда их ставить. Может быть, на книжной полке. Может быть, еще куда-то. Но пока, в общем, пусть лежат. Ну, пока, в общем, пусть лежат. Еще покажу вам вот такого Деда Мороза. Посмотрите, какой он шикарный. Очень просто. Брала в фикс-прайсе. Всего 350 рублей. У него гнутся ручки. Они на каркасе. Вот, пожалуйста. Ножки у него пластмассовые. Но вот ручкам можно придавать любое положение. В общем, это шикарно. Поэтому Дед Мороз тоже будет вместе с нами на протяжении всей зимы. Но сухоцвет у меня стандартный. Не всегда на моем столе. Потому что мне они очень-очень нравятся. Так что вот такой наш рабочий стол будет в ближайшем декабре. Ну и, конечно же, на нем будет появляться еще много интересных игрушек, связанных моими руками. Так, ну что же. Теперь отправляю заниматься своими блокнотными делами. Потому что давайте я вас переверну к себе. Сейчас переверну к себе, а то вы смотрите все на стол. Меня не видно. А сейчас пойду заниматься своими блокнотными делами. Потому что мне там нужно разобрать по моим накладным, что продалось, что не продалось. Что у меня осталось на полках в магазинах, в которые я сдаю игрушки на реализацию. В общем, посмотреть, посчитать. Заняться вот этими бумажными такими бухгалтерскими записями. И плюс еще написать список, что мне вязать в ближайшее время. Потому что тоже необходимо. Без списка тяжело. Я вот теряюсь, честно, потому что сажусь, не знаю, за что взяться. Открыл, когда список он готов. Взял, выбрал то, что игрушку, которую на данный момент хочешь вязать. И со спокойной душой делаешь несколько экземпляров. Поэтому этим тоже займусь. И на фон я хочу поставить себе что-нибудь такое по-настоящему уютное. Что-то из детства. Наверное, я хочу пересмотреть Мари Поппинс. Обожаю этот фильм советский с прекрасными актерами, с замечательными песнями. Поэтому сейчас поставлю на фон. Буду смотреть фильм и заниматься блокнотными делами. Мари Поппинс. Продолжение следует... Продолжение следует... Решила я позаниматься картиной по номерам. Сейчас вам ее покажу поближе. Она мне с прошлого года осталась. Вот так она выглядит. Еще рисовать, конечно, много. Я хочу к Новому году ее дорисовать. Но хотела сесть нормально с прямой спиной за стол. Но так как у меня собака, она просто вообще не дает мне заниматься чем-то. Если он не рядом, а на коленках ему, соответственно, неудобно. Поэтому будем рисовать на кровати. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, я вчера допоздна засиделась. У меня получилась вот такая картина. Я вчера нарисовала вот эту елку, дома вот эти, вот эту елочку. То есть у меня вообще прям красота получается. Хочу уже побыстрее ее доделать. Потому что ну очень-очень прям атмосферно, зимнее. Ну а по плану у меня сегодня вязать уток. Сейчас немножечко разберусь со своими домашними делами. Слышите, у меня на фоне там жужжит, машинка стирает. Я пока там мою сантехнику. Как только сейчас со всем разберусь, сяду уже за вязание уток. Мне нужно 5 штук в разных шапках. Вот, поэтому у нас сегодня по планам утки. У-у-у. Что ж, девочки, последнее включение в этом видео. Я доделала своих цыплят. Но с этими цыплятами у меня очень утки. Они не цыплята, утки. С ними большие вопросы и проблемы. Почему? Потому что, ну, во-первых, предисловие небольшое вам расскажу. Потом уже буду показывать поближе вам эти игрушки. Во-первых, у нас с мамой поделены игрушки, если вы не знаете. То есть определенные виды вяжу я, другие виды вяжет мама. Иногда мы меняемся. Можем подарить какую-то игрушку насовсем. То есть, например, вот кот-квадрат. Он сначала был мамин, потом она мне его отдала. Я его стала всегда теперь вязать. Или я маме что-то там отдаю, что вяжет она. Иногда мы на время отдаем игрушки. То есть, когда что-то не успеваем. Например, я отдавала маме пчел, когда не успевала их доделать на заказ. Но сразу могу сказать, что как бы схема одинаковая ни была, все равно рука мастера, она своя. Есть свой какой-то штрих, который отличает игрушку. Смотря кто ее вяжет. И чтобы набить руку и сделать так, как нравится тебе, нужно определенное количество времени. Поэтому даже вот когда пчелу я ей отдаю, ну вроде такая же, вроде то же самое. А что-то не то. Ну отличается она от моей. Поэтому мы вот делим вот так игрушки. Одни и те же игрушки вместе мы вяжем очень редко. В этот раз взяла себе уток, потому что мама вяжет волков, ей не до них. Но, во-первых, сразу могу сказать, у меня еще у мамы есть такая хорошая особенность. Она мне отдает схему. Я ее переписываю в блокнот. Потом, когда я забираю какую-то игрушку, оказывается, что схема уже совсем другая. Что она уже там что-то 500 раз поменяла, переписала или у кого-то что-то другого мастера увидела. И вяжет она уже совсем по-другой. Поэтому у меня вот сегодня получились такие разные утки. Вот эту схему я вязала по своему блокноту, та, которая у меня оставалась. Ну, которую я переписывала и которая у меня была. Вот. Что-то, мне кажется, у нас с фокусом как-то размыто немножечко. Поэтому вот эта утка моя. Я ее связала и думаю, что-то не то. Ну, вот не такие они у нас сейчас. Вот совсем не такие. Вот. Поэтому я думаю, так, надо, наверное, может быть, шапочку побольше сделать или что-то. Что-то не то. Потом нашла у нее какие-то там поправки. У меня были в схеме. Крылья другие. Сделала другую утку. Здесь уже побольше сделала шапочку. Вот этот вот отворотик. Крылья другие. И как-то вот все размыто. Давайте еще раз я перефокусирую. Сейчас вот так попробую брать. Мне кажется, лучше, да? Попробовала вот эту утку. Мне она вообще не понравилась. То есть и крылья мне не понравились. И какая-то она, в общем, не такая шапка. Хотя лучше, чем вот эта. В общем, я тут экспериментировала. Получилось у меня вот так. Потом я все-таки решила, думаю, дай позвоню маме, узнаю. Точно. Схему совсем другая. Она уже совсем все по-другому вяжет. В итоге последние три утки я вязала по еще одной схеме. То есть это вот одна схема, вторая схема, третья схема вот такая. Я уже взяла мишку. У меня получилась вот такая утка. Она вот, если посмотреть, во-первых, она без хвостика. Во-вторых, она более какая-то плотная, толстенькая и более прямая. И я вот не знаю, нравится ли мне вот эта схема или нет. Ну, как-то вот не очень, если честно. Поэтому вот к какому-то дзену прийти с вязанием уток у меня не получилось. Может быть, в следующий раз, когда я их буду вязать, потому что я хочу у мамы забрать этих уточек. Может быть, я как-то приду к какому-то сочетанию. Потому что вот как по моей плотности вязания, она получается большая какая-то и слишком прямая. Ну, в общем, не знаю. Сделала в шапке мишки. Потом я связала... Сначала, кстати, вот эту я вязала, чем вот эту. Связала вот эту с пчелкой. Здесь мне не понравился край. Он слишком маленький. Вот если вы увидите... Да что у меня сегодня с камерой? Что у меня сегодня с фокусом? Не ловится фокус. Опустила камеру. Может быть, вот так получше будет. Связала вот эту сначала первую утку. С шапкой пчелки. Мне показался отворот слишком маленький. Ну, прям вот какой-то крышепуточный. И утка получается визуально еще толще, еще больше. Ну, прям вот кирпич какой-то. Вот. Потом я уже вязала вот эту в мишку и сделала ему отворот побольше. Ну, как-то вот посимпатичней, что ли. Ну, в общем, не знаю. Девочки, пишите ваше мнение. Мне мои утки вообще не нравятся. Так. И третью утку я связала вот такую вот зайку. Тут еще реснички я сделала. И тоже как-то вот она меня не впечатлила совсем. Что-то в них не то. Не знаю. Я особо маминых уток не разглядывала. Потому что, когда мы их привозим там на заказ или на ярмарку, я их просто расставляю, особо там не разглядываю. Мне некогда этим заниматься. Вот. Привезла просто сумку, отдала. Я свои игрушки пересыпала вместе с ее. Все перемешала и отправила. Вот. И надо бы, наверное, поразглядывать. В общем, у меня что-то с этими утками не то. Вот шапка мне нравится. Зайка получился отличный. Все меня устраивает. Мишка тоже получился отличный. То есть с шапками у меня вопросов нет. Лягушки тоже симпатичные получились такие. Веселенькие. А вот сама игрушка, вот как-то что-то в ней не то. И я пока не могу определиться. Вот. Эти утки, они без хвостов. Они просто. У меня с хвостом. Ну, в общем, не знаю. Девочки, пишите, как вам утки. Мне нужно ваше мнение. Потому что мне вообще не понравилось. Вообще от слова совсем. Я вчера, конечно, пять штук связала, потому что мне нужен на заказ. Вот. Ну, так, если не приглядываться, не придираться, то, в принципе, нормально. Но так как я люблю все-таки вот достичь какую-то вот эту идеальность для игрушки. Не в плане там оформления или еще чего-то. А в плане самой схемы вязания. Мне это важно. Вот с утками у меня пока не клеится. Вот. Как бы такая простая игрушка, да, которая у каждого есть на столе. И, по идее, связать-то я ее могу. Но вот для меня что-то в ней не так, в этой утке. Что понять пока что не могу. Поэтому вот эти пять утят у меня сейчас отправятся в корзинку с готовыми игрушками. У меня вообще нужно еще упаковать вот этого кота. Сейчас мы с вами уберем кота. Утки отправляются в корзинку. Вот она уже полненькая. У меня здесь вот эта жопка кота, которую нужно упаковать в коробочку красиво. И уже отдать заказ. Ну и пока что все. И я еще вчера начала новую игрушку. Начала ее из хлопка. Но было уже время поздно. И я связала только вот такую детальку. Что это за игрушка? Вот. Смотрите. Она даже не набивается. Пишите в комментариях, если вы догадаетесь, что это за зверек такой у меня будет. Вот с такой вот рукой. Вот. Что это? Потом покажу обязательно, когда доделаю. Ну а на этом я буду заканчивать. Я надеюсь, вам этот влог вас понравился. Ставьте, конечно же, лайки. Пишите комментарии. Мне будет очень приятно увидеть от вас обратную связь. Ну и, конечно же, это способствует развитию наших каналов. Поэтому не поленитесь. Напишите. Поставьте сердечко. А я буду вдохновляться вашими реакциями и снимать вам следующие влогмусы. Я не обещаю, что влогмусы будут каждый день. Потому что все-таки у меня есть еще и книжный канал, на котором тоже, скорее всего, будут выходить влогмусы. Но уже касаемо книг. И плюс еще сам декабрь такой насыщенный и богатый различными событиями, заказами, ярмарками. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что ярмарки все-таки будут у нас в новогодние. И поэтому не обещаю прям вот большое количество влогмусов. Но, тем не менее, они все-таки будут. Вот. Поэтому ждите следующих выпусков. А я буду с вами прощаться. Не забудьте, вы можете вязать. Главное, верьте в себя. Всем до новых встреч. Пока-пока.